всех приветствую с вами александр продолжая играть в аддон золотой шар или приключения жакана выбрался из подвала и с помощью ножа так что у нас здесь с помощью ножа сокращая популяцию боевиков так абдуль нам предложил два варианта развития сюжета сначала вырубить уничтожить кристалл или проникнуть в кладовку и забрать все свои вещи обратно что я хочу сделать но для этого нам необходим ключ который находится у главного да по всей видимости ну на месте где стоял боров так мне нужна еда срочно в этих шкафчиках тоже много чего полезного хоть они заперты но можно взять так же абдуль упомянул то что в кладовке должен присутствовать опытный образец оружия и костюм с помощью которого боевики перемещается мгновенно по территории зоны так куда ты побежал в принципе готово так а дверь можно закрыть у меня двери не закрываются да вижу костюм что у нас здесь одноразовый аккумулятор для т костюма работающий на гамма веществе предназначен для совершения однократной телепортации на малое и среднее расстояние в заданную владельцем костюма точку отлично ох ты сколько водки я столько не унесу сто зарядов к пушке экспериментальной так а вот и наш хабар нужно срочно поставить не пмв потому что я ничего не вижу уже лучше изделие номер 61 экспериментальная переносная модель излучателя направленного пси поля генерирует излучение из небольших порций гамма кристалла которые входят в конструкцию емкость магазина магазина низкая из-за высокого энергопотребления дальность действия около 400 метров без поправки на дальность и перенаправление ветра ширина луча от двух до десяти сантиметров рассеяние невысокое подавляет психику большинства противников подавляет агрессию облученных мутантов по отношению к человеку и направлять его против своих собратьев на мутантов с пси способностями не действует да интересно то есть против контролера ее не сможешь воспользоваться но против кабанов и прочей нести вполне себе работает сама по себе штуковина явно экспериментальная это видно по отсутствию прицельных приспособлений большому весу малому удобству и прочему что-то придется оставлять не в этом ящике нужно какую-то часть хабара скинуть так буду пробегать пробираться кристаллу к этому самому нужно все-таки его уничтожить глупые создания глупые создания походу опять перегруз придется что-то оставлять ну допустим это и это турель еще достают так вот генератор о котором говорил абдуль еще у нас остается кристалл который предположительно расположен на крыше этого здания также генератор отключил турели да вот он кристалл а если к нему прикоснуться так какой большой артефакт но я его не унесу так посмотрим паутина задание обновилось поговорить с абдулем хорошо буду спускаться к нему срочно нужен отдых потому что меня накрывает усталость и становится совсем темно вроде чисто так Субтитры сделал DimaTorzok Кристалл уничтожен Абдуль. Победа, мы с тобой только что нанесли сокрушительный удар по замыслам главного ученого. Я думаю, что он не останется в долгу. Надо уходить отсюда и как можно быстрее. Согласен. Лично я намереваюсь пока залечь на дно и немного отсидеться, что и тебе советую. Сигнал от уничтоженного тобой ретранслятора пропал, я думаю, что ученым как раз пытается связаться со своим отрядом, но у него не получается. И скорее всего он пришлет сюда подмогу на том вертолете, о котором я тебе говорил. Сражаться с авиацией я не готов. Да, действительно. Ты знаешь место, где можно было бы отсидеться? Первое, что приходит нам, это убежище разведчика. Оно находилось рядом с фабикой. На карте оно находится вот здесь. Окей, тогда двинули туда. Поспешим. Так, я слышу какую-то вертушку. Если это подкрепление, то все плохо. А как ты собираешься выходить? Да, это было опрометчиво. Это получилось следующее. Прилетел боевой ударный вертолет и стал там поливать всех. С ракет, с пулеметов я искал этого Абдуля. Он сказал, что пойдет в вагончик. Я подумал, что это будет вагончик Сереги, который погиб. Но он оказался здесь. Я нашел странный радиоприемник. Что это может быть? Так, еще раз. Что это такое у нас? Переносной приемник Горизонт 219. Рассчитан на работу в диапазонах. Совершенно верно. Почему он странный? Это не простой приемник. Это прибор, сконструированный с приемникой дополнительных частей. Сделали его техники агентов, для того, чтобы с его помощью искать тайники. Какие тайники, брат? Сухроны, которые агенты оставляют для других. Там обычно лежат аккумуляторы для пси-винтовок или Т-костюмов. Тайники эти очень неприметны. И случайный человек о них вряд ли не ткнется. А вот при помощи переделанного приемника сканера можно найти по определенному радиосигналу, который передают им маячки. Как я смогу найти схроны агентов? Ты должен найти такое место, где приемник автоматически поймает радиосообщение с зашифрованной информацией в виде чисел. Это будет означать, что тайник находится где-то в радиусе 30 метров. Если же приемник будет ловить только шум и помехи, значит, что тайников агентов нет поблизости. Вот и все. Собственно, весь обдурь. Большой нам никакой информации не дает. Также вернулся я еще не только за этим, а за тем, чтобы... Так, что у нас есть? Да, редуктор. Нам нужен, чтобы починить БТР. Но тут происходит следующее. Василий просто стоит, молчит. С этими товарищами еще можно пообщаться, но мы находим здесь записку странную. Записка рикетиров. Если ты хочешь увидеть своих корешей живыми, то бери один лимон балла и приходи сам к черному леску. Что за лужей? Приведешь в щековом и сразу корешей твоих придушим. Тырса. Вот такие вот дела. Это тот самый тырса, который не давал нам пройти на свалку. Как я понимаю. Черный лес. Это здесь. По идее, они должны были исчезнуть. Все эти мои три товарища, как он говорил. Но этого не происходит. Естественно, я сбегал в этот самый черный лес. И там, увы, ничего нет. Так что этот квест, скорее всего, не выполним. Недоработка мода. Еще что у нас по заданию. Клиентура. Нужно решать вопросы с этой смерт-лампой. А Василий еще нам успел сообщить, что смерт-лампу необходимо дать или ученому, или какому-то авторитету. Так, приветствую вас, уважаемые. Меня зовут Пильман. Я доктор физических наук. Занимаюсь изучением зоны отчуждения и ее воздействия на окружающий мир. Для моих опытов мне просто явно нужны образцы, источники аномальной энергии. Или же, как вы их называете, артефакты. Я куплю у вас любые варианты. Артефакты, которые вы сможете мне предоставить. Итак, что скажете? Есть ли у вас что-то интересное? Да, есть. К вашему примерному местоположению я отправил своего ассистента на автомобиле. Попрошу встретить его и провести обмен научных образцов на денежные знаки. Успехов. Посыльный от доктора Пильмана. В принципе, нам ничего другого не остается. Как отправиться туда? Здесь недалеко. Возможно, что-то по пути я еще интересное встречу. Вертолет в темной долине мне не удалось уничтожить. Потому что у меня не было с собой подходящего оружия. Пробовал я из этого экспериментального оружия по ней стрелять. Но у меня не получилось. Поэтому мне пришлось там скакать по заборам и прочее. чтобы попросту он меня не убил. Так, собачки. Я вас не буду трогать. Патронов у меня не так уж и много. Мы от доктора Пильмана ждем тебя в указанном месте. Поблизости от вас. Хорошо. В радиацию вроде не влетал. Так, ты кто? Как вы смогли сюда проникнуть? Это секрет. Я всего лишь охранник. Если хочешь узнать что-то конкретное, поговори с Колей. Он проводник. Сколько тебе платят? Ученые платят не так много, как мафия. Но на хлеб с икрой хватает. Значит, и бандит бывший, да? Мафия. Проводник Коля. Как вы сюда проникли, уважаемый? Я, опытный разведчик, ходил в зону с самого ее возникновения. Теперь имею статус проводника. Это высший ранг для разведчиков. У меня свой отработанный маршрут. Ученые платят мне пятизначные суммы. Вот и весь секрет. Новички, чтобы попасть сюда, продираются через аномалии. Стаи мутантов. Гибнут пачками, а ты разведал безопасную тропу. И стрижешь на этом бабло. Есть такое извлечение. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Учись, студент. До встречи, мужик. Кстати, да, помните, на кордон мне новички говорили? Потому что если встретить какого-то проводника, по всей видимости, это он. Он проведет тебя куда угодно. Так, доктор. Наконец-то я доктор Пильмана. Я готов купить различные научные образцы, что у вас имеется. Так, ну допустим. А что у нас имеется? Уголек. Щебень. Корона. Спираль. А вот уголек забирай. Он не очень ценный. Огромное спасибо за сотрудничество. Да, и смотрите, появляется диалог. У вас случайно лекарств от головной боли нет? Это, скорее всего, для того бедолаги, которую я уберу в темной долине. Но уже поздно. Не к сожалению, неужели вы с собой аптечку на вылазку не берете? Берем вообще-то. Ближе к делу, что вы хотите за это лекарство. Посмотреть что-то головной боли, представьте себе и назначайте цену. Понимаете, лекарства есть, но поскольку финансирование у нас, скажем так, бюджетное, то напоминаем, мы наполняем их за свой счет, и это влетает в копеечку. В общем, артефакт третьей категории не ниже. Нет, такого нет. Да, странно. Смерть лампу почему-то он тоже не берет, и диалога у него нет. Нет, возможно, тоже что-то забаговалось. Попробую вызвать еще раз этот ряд, но уже на другой локации. Что у нас остается по заданию? У нас остается основное задание, по всей видимости. Детали к оружию, так сказать, скидану на картоне, найти гаечный ключ. Это на Агропроме. БТР мы не можем отыскать. Редрика мы тоже встретим на Агропроме. Исполнитель желания вряд ли сейчас выйти на покупателя. Это же диалог к Василию, но он не хочет с нами общаться. Да, скорее всего, придется мне отправиться в следующей части на Агропром. Думаю, там и продолжим. А с вами был Александр. Всем пока.